Шауам Броха! В прошлый раз мы говорили о том парадоксе, что многие из нас испытывают, когда человек, с одной стороны, он растет, он продвигается, он начинает с нуля, и он уже соблюдает, и потом мы видим какая-то стагнация, мы останавливаемся, мы видим, что мы все соблюдаем, мы учимся, мы говорим благословения, мы соблюдаем шаббат, кашрут, но мы не видим такого прогресса, как это было в начале. Мы чувствуем, что все, мы остановились, и наоборот, мы замечаем те вещи, которые мы, мы стремимся к ним, мы все чувствуем, что мы так далеки от них, проходит один расширена, другой, третий, и мы чувствуем, что у нас нету этого мотивации, этого прогресса, этого энтузиазма, который мы чувствовали в начале. И мы объяснили, что это не так, и что есть очень тонкие изменения, как Рабья Кива это увидел, когда капли падали на камень, он увидел, что вот это именно то, что помогло ему вернуться назад, и продолжить свою учебу, стать главным, главным передачей, передачей, через него вся передача устной Торы. Эти тонкие изменения, эти капли на камне, они продолжаются, тем больше мы учим, тем больше мы продвигаемся, тем больше мы углубляемся во что-то, и тогда появляется этот парадокс, мы видим наши недостатки, мы видим, что мы, есть так много еще вещей, которых мы можем достичь, это не показатель, что мы далеки от них, это показатель, что мы продвигаемся, продвигаемся к ним, это должно нам дать силу и мотивацию продолжать дальше, потому что, если человек работает над чем-то, он замечает, что там есть над чем работать. Другая вещь, которую тоже человек может испытывать, какое-то противоречие в своей жизни, он занимается разными банальными вещами, есть какая-то рутина, он чувствует, что та духовная сторона своей жизни, он не удаляет ей достаточно времени и усилий, и он постоянно чувствует себя, что он, как бы, его бросают с молитвой на работу, с работы на другие, и у него нет удовлетворения, у него нет радости в этом, и тут тоже мы должны найти во повседневных наших действиях, наша работа, наше прождение времени в семье, во-первых, в Шелуханорах, все наши торы, она окружает всю нашу жизнь, как мы сказали, что начинается с Шелуханорах, с томит и кончается с томит, это есть какая-то постоянность, томит постоянно, у нас есть связь с Творцом, у нас наша жизнь может быть наполнена митцвот, поэтому надо найти также во всех повседневных наших действиях именно эту связь с Торой, и это должно принести нам удовлетворение, радость и наполнить нашу жизнь именно тем, что мы ищем. Что может помочь нам в этом, как мы увидели у Давида Меллах, царь Давид, когда у него нужно принять решение, как ему поступать с Шаулем, с одной стороны, он угрожает им, это Родев, он гонится за ним, чтобы убить его, и в таких случаях обычно у нас есть заповедь, как самозащита, пойти навстречу и уничтожить эту опасность, но с другой стороны, это Шаулем, это первый царь еврейского народа, и как он проверяет на себя, он проверяет, как его тело, как его сердце реагирует на то, что когда он отрезает от него кусочек его одежды, и хотя не все, точнее, почти никто не может достичь этого уровня, как у Давида Меллах, но у каждого человека этот концепт совести, концепт того, что вот наша душа постоянно нас говорит с нами, она постоянно напоминает нам о чем-то, она движет нами, вот этот голос внутренний, не забыть о нем, а слышать его, и это помогает нам тоже, что, как сказано, что решаем злодеи, они наполнены харатот, наполнены сомнениями, сожалением о том, что они делают, как ремонт, как гранаты, и мы видим, почему, потому что у человека есть огромнейшая тяга к хорошему, то, что у каждого у нас есть Нишама Мшел Майла, это что-то, что было дано нам, это постоянно нас движет к хорошему, и это дает силу, это дает огромнейшую мотивацию, но, как мы говорили про Митцвот, то же самое про вот эти сожаления, Раша, он остается Раша, он остается злодеем, потому что у него эти сожаления, они как ремонт, они как гранат, в гранате есть множество маленьких зернышек, но они отдельно друг от друга, они не становятся самым целым, поэтому наша цель, чтобы наша жизнь, появился один дырых, один путь, где все складывается в какую-то гармонию, есть какой-то, весь наш день, наши отношения с близкими, наша молитва, чтобы было целое, чтобы было одно направление, где я чувствую, что это ведет меня к совершенству. Сегодня мы хотим поговорим о разных испытаниях, в... начнем с такого концепта, как Галгалей Эзер, это колесики, которые одеваются на детский велосипед сзади, чтобы он не упал. Как это относится к нам? В... один бизнесмен с огромнейшей компанией, с которой занимаются импорт-экспорт в множественных странах, он пришел к своему Раву и сказал, что в данный момент у него все рушится. От него ушел его главный директор, который... из-за него много из... больших сделок, они не состоялись, он ушел конкуренции. Кроме этого, у него проблемы с налоговой инспекцией, и также с банками. И он чувствует, что он готов, он уже теряет разум. Он становится... это просто его полностью... он рушится от этого, от этого... не может пережить это. И Раву сказал, что если у него для него хорошая новость, и еще одна новость. Хорошая новость, это, как мы говорим обычно, что это как, опять же, как велосипед, что когда тяжело, это значит, что ты идешь наверх. Если... о чем дают тебе эти испытания, это значит, куда-то тебя подвигают, куда-то тебя поднимают выше. Поэтому это первая вещь, как на это надо посмотреть. Вторая, что тебе нужна помощь извне. Ты не сможешь вылезти из этого сам. И эта помощь должна быть, с одной стороны, как-то ментально, как-то помочь тебе найти баланс и успокоить себя внутренне, но также найти профессиональную помощь, которая тебе поможет выйти из этих финансовых проблем. На что этот бизнесмен был очень удивлен. Он говорит, что я являюсь главным авторитетом в мире этого бизнеса. Ко мне приходят за советами. Я обычно даю советы. Как-то я пойду с кем-то советоваться. На что Раф ему сказал очень важную вещь. Он сказал, что, как сказано в Гимаре, человек, который сам связан, он не сможет себя развязать. В Толмунии приводится несколько историй, что приходил, что когда кто-то из мудрецов находился, он болел или в какой-то тяжелой ситуации, приходил к нему другой Раф, и он помогал ему. И после этого это менялось. Теперь он помогал ему своими словами. Это менялось, и теперь тот Раф, который пришел, он находился в этой ситуации, и ему приходилось, чтобы кто-то другой ему помогал. На что Гимара говорит, человек, который сам находится в такой ситуации, он связан, он не может себя сам развязать. Поэтому, хотя он, когда ты считаешься большим авторитетом, и ты большой знаток этого бизнеса, но ты, когда ты находишься в этой ситуации, и это может быть проблема в семье, это может быть проблема духовная, финансовая, человек, если это большой кризис, это может на него настолько давить, что он не сможет увидеть все ясным и четким, в правильном свете. Поэтому, хотя, может быть, он сам считается большим знатоком, большим, лучше, чем другие, но другой человек сможет ему помочь в этой ситуации, потому что он не находится сейчас в этом кризисе. В этом смысле мы даем человеку вот эти вот колесики, которые дают этому велосипеду, стабильность. И после того, как у него это есть, он сможет продолжать дальше. Но если ему не дать это, и у него нет этого баланса, то он не сможет продолжить дальше. В этом смысле из любого кризиса, как мы сейчас увидим, человек может вырасти, он может наоборот, он может после этого быть гораздо выше, гораздо сильнее. Как говорят, что то, что тебя не разрушит, это тебя сделает сильнее. Но только если он выйдет из этого, только если он действительно знает, как правильно с этим справиться. И для этого нужно сначала понять, что это действительно испытание, которое дано, чтобы я мог как-то из этого подняться. И это на самом деле, я сейчас иду в гору, я поднимаюсь выше. И во-вторых, чтобы была правильная помощь извне. В молодежи, у людей в среднем возрасте есть множество кризисов. Если мы поможем им, правильный диагноз — это как половина исцеления. Человек понимает, как к этому подходить, это уже значит, что он уже наполовину выздоровел. В Торе в начале, в самом начале сказано шесть раз. Будет ночь, будет вечер, будет утро, будет день. Это значит, что так идет этот мир. Есть темнота, есть проблемы, есть страдания. Человек находится в сложных, в больших кризисах. Но будет свет. И это именно так свет будет, именно потому что была темнота. В Шаричува Рабейн Йона пишет эту идею. Это во втором шар, во второй воротах, пятая глава. В Ешелботеях сказано, что человек, который верит, у него есть настоящая вера, то он понимает, что когда есть темнота, за ней следует свет. Как сказано, чтобы мои враги не радовались тем, что я нахожусь внизу. Я упал, я встану. Я буду сидеть в темноте, но я встану. Это так написано в Миха. И сказано, что если бы я не упал, я никогда бы не встал. Если бы я не сидел в темноте, то у меня никогда бы не было света. Сказано, что в мысли изучение, что человек семь раз упадет, цадик, праведник, он семь раз упадет и встанет. Имеется в виду что если ты хочешь добиться этого уровня цадика, уровня праведности, ты хочешь подняться наверх, то именно это путь. Человек падает семь раз. Семь это цифра, которая описывает постоянность. Но он встает. Он постоянно встает. Он постоянно поднимается дальше. Он постоянно идет дальше. Этим он движется и он достигает уровня праведности. В большинство случаев, когда человек тонет Лау-Лейну, то только в тот момент, когда он теряет надежду, он уже, он падает в панику, он не может, он считает, что он не может спастись. Именно в тот момент он тонет и он умирает. Именно когда у него теряется уже любая надежда, тогда именно это его конец. Мы видим это еще больше. Именно здесь нужно понять это. Нужно внутри себя этот концепт углубиться, чтобы это действительно стало частью нас. И что каждая проблема, каждый кризис, он на самом деле приближает человека к цели. И чтобы была помощь, чтобы была помощь извне, чтобы увидеть эту картину правильным светом, чтобы как-то, чтобы послушать кого-то, чтобы он получить эту помощь, которой человек нуждается. Потому что человек, который находится в водовороте, он настолько, он так близок к панике, он близок к этому, к этому хаосу, он не может это увидеть правильно. Осказывается одна из моих любимых историй про Рэбзуши и Рэбмейлах из Леженска. Это два брата, которые известнейших хасидских Рэбэс. Рэбзуши из Анеполе и Рэбмейлах из Леженска. Они взяли на себя галут. Они взяли на себя, что они ходили, как бедняки, по разным городам. И этим они учили себя быть скромным, быть, уповать на Творца, не полагаться на свою, на тем, что они известны Рэббз. В одном из этих странствий их обвинили в каких-то несправедливых вещах и посадили в тюрьму. Когда они оказались в этой камере, окруженными разными бандюгами, разными бандитами, то Рэбзуши вдруг начал плакать. Рэбмейлах сказал ему, «Зуши, как ты можешь плакать? Разве ты не веришь, что Ашем может нас спасти в любую секунду, что это все к лучшему? Как ты можешь переживать об этом?» Зуши говорит, «Нет, уже заходит, скоро заходит солнце. И мы не помолились еще Минху. После полудня молитва ее молиться можно только до того момента, пока солнце зайдет». «У нас осталось немного времени. Мы находимся в камере. В середине камеры стоит горшок, который используется для всех, этих, всех находящихся там. И в таком месте нельзя молиться, как понятно». Ответил ему Рэбмейлах, «Зуши, ты не понимаешь, что наш смысл — это исполнять волю Творца. Воля Творца, чтобы мы молились Шахарит, Минхамари, три раза в день. Сейчас, в данный момент, нам запрещено молиться. В таком месте запрещено молиться. Поэтому в данный момент ты выполняешь волю Творца. Что может лучше быть, чем это?» И в тот момент Рэбмейлах взяли за руки и они начали танцевать, танцевать вокруг этого горшка. На что это было настолько необычное зрелище. И тоже, чтобы в тюрьме услышать какое-то распевание, какую-то радость, то тюремщики прибежали сюда и спросили, что тут происходит, какая тут может быть радость. На что другие бандиты, которые там были, они сказали, «А вот они радуются, что здесь горшок». На что тюремщики, как со своим злорадством, они зашли и вытащили этот горшок. И Рэбзуши, Рэбмейлах встали в углу и начали молиться. Это показывает нам, что вместо того, чтобы начать вот так вот зациклиться на каких-то своих проблемах, на этой ситуации, нужно научиться посмотреть на это по-другому, посмотреть на все сверху. И часто нужно это услышать от кого-то, кто рядом с тобой. Мы видим, что вся Тора, она наполнена, когда мы читаем четвертую книгу «Бамидбар», то там одни испытания следуют другим. это начинается с разведчиков, это идет с Койрах, это Зимри, с Козби, это наши жалобы, что нас не устраивает эта еда и все эти наказания. Это постоянно идут испытания, постоянно идут какие-то кризисные ситуации. Но это именно идет к тому, что наш кристаллизируется еврейский народ. Он выходит из Египта, где прошли также огромное учение. Это все ведет к тому, чтобы это стал Амкадо, чтобы был святой народ, это был свет всех наций. Это процесс, это не что-то, что просто так. Недавно случилось горе у одной семьи. После многих усилий, это женщина 40 лет, ему 50, они после многих-многих это было очень тяжело и сложно. Эта женщина забеременела, но, к сожалению, через месяц врачи обнаружили, что у этого эмбриона нету пульса, нету сердца. не это это шло неделю назад, это было очень-очень тяжело, это огромная травма. И единственное утешение, что я мог им дать, это сказать, что если какая-то нишама, какая-то душа сверху должна была пуститься сюда и быть в этом мире в течение месяца и даже до того, как даже выйти на свет, то это была очень какая-то большая нишама, это была какая-то огромнейшая душа, которой нужен был какой-то минимальный текун, минимальное какое-то исправление. и для этого это все произошло. Огромнейшее горе, огромнейшее расстройство тоже, что все старания, все усилия, и это было все напрасно. Когда у женщины роды, она знает, что хотя это огромнейшее, это боль, это невыносимо, но она знает, что в этом сейчас, это следует рождение ребенка. И тогда это становится выносимо, становится частью этого радостного процесса. Когда человек знает, что это не просто так, тогда это становится уже выносимо, тогда это уже гораздо все мы можем пережить. Томас Эдисон, когда он встречал людей, он говорил, чтобы достичь вот этот свет, чтобы достичь свое открытие электрической лампочки, он говорит, что в моем пути я сжег десять тысяч лампочек, чтобы в конечном итоге прийти, это я экспериментировал, десять тысяч лампочек были испорчены, были сожжены, чтобы в конечном итоге прийти к этому открытию. И когда вы спрашивали, как он мог это сделать, десять тысяч раз он пытался, он это делал, да, и он экспериментировал, и как он мог постоянно идти дальше. Он сказал очень просто, потому что с каждой попыткой я знал, что это приближает к меня к цели. Я знаю, что это только это не попытка, которая не пришла к успеху, это конструктивно, это что-то, что приближает к настоящему открытию этой лампочки. в в том момент, когда у человека какой-то этот кризис, то его мотор, внутренний мотор, он останавливается, и когда, как у машины, мотор, он стоит, то мы не можем повернуть руль, мы не можем как-то куда-то свернуть направленно лево, поэтому надо сначала нужно себя опять привести в действие, нужно привести, нужно и, как мы сказали, что это реализация, что происходит, это на самом деле меня приближает к чему-то хорошему, и второе, это чтобы была помощь. Часто Рапшаламзамн Оербах один из самых больших поисков логических авторитетов последних 50 лет который жил в Иерусалиме он рассказывал, что он говорил так, что иногда происходят какие-то проблемы, какие-то несчастья у людей, чтобы это привело к тому, что кто-то из близких нашел смысл своей жизни. Это показывает, что не только человек думает, что для меня происходит с собой это как-то, но даже вокруг что-то происходит, какие-то с одной стороны негативные вещи, может быть это то, что приближает человека к тому, что от него ожидается в этом мире. Его сын Рабузли Оербах Шлита он объяснил, что когда его отец об этом говорил, он говорил из своего персонального опыта. Что произошло, что когда у Рабшамазаума его мамы родилась последняя дочка, самая молодая дочка, то во время после родов, во время родов ее слух очень пострадал. И врачи посоветовали это в то время это было что-то очень новое, электрический препарат, который поможет ей слышать. Она была Рабанитом была женщина, которая помогала всем вокруг, все приходили с ней советоваться и говорить. У ее сына Рабшамазаума для него это была огромнейшая боль, что его мама не может слышать. И вопрос был, что делать в шаббат, что делать в празднике, что делать каждый раз, когда кто-то говорит с ней, это имеется в виду, есть какие-то волны, электричество и так далее. Рабшамазаума в своей молодости его мечта была быть даян, быть судьей. И он сотни раз проходил Талмуд, все, что связано с хояшен мишпат, с финансовыми разными, все эти разделы, потому что он чувствовал, что у него есть талант, и он хочет быть посек, решать вопросы, которые связаны с финансовыми, финансами. в этот момент, когда это произошло с его мамой, он решил себя углубиться во все судьиот, во все темы, все концепты, связанные с электричеством шаббат. И из-за этого в молодом возрасте он написал Мюрээйш, фундаментальную книгу, которая связана о всех вопросах, которые связаны с электричеством в шаббат. Чем после этого в шаббат вошел в историю? Все, что связано с шаббат, мы не можем пройти ни одного вопроса, где не упоминется мнение в шаббатах. То, что произошло с его мамой, это на самом деле направило его жизнь, его путь, его свет, который он привел в этот мир, потому что он принял это для себя, что это какой-то как знак, то, что он должен делать в этом мире. Так мы видим Раддо Даби Хацира, это внук Баба Сали из Нария. Сотни, сотни людей чуть ли не каждый день приезжают к нему советоваться с ним. Он рассказывает, что Баба Сали, его дедушка, интересно, он цитировал Бал Шемтов, что это похоже как бочка вина, когда готовится вино, то хозяин это, если он новый в этом деле, он может начать беспокоиться, когда там начинают бродить, начинаются разные звуки, начинается движение, и он будет беспокоиться, что там что-то может быть не так, на самом деле это брожение, вот это вот движение, это это суета там, которая происходит, непорядок, это на самом деле хорошо. Сказал Раб Давид Абуха Цира, что он встречался с сотнями людьми, которые приходили к нему с тяжелейшими вопросами, с дилеммами, с кризисом, которые нельзя себе передать, советоваться с ним. И позже он узнавал от них, что вся Ишуа, все спасение, все хорошее именно произошло из-за этой кризисной ситуации. И так сказано в Эрмиау, это четко говорится. В 30 главе 7 пасук сказано, что это Эйс царь Алияков умумену Ивашея. Это час бедствия для Якова и в нем же его избавление. Мы бы могли прочитать это час бедствия для Якова. Сейчас еврейский народ в кризисе. Но будет избавление. Нет. И в нем же его избавление. Именно из этого кризиса это сам кризис избавления. И еще мы хотим затронуть одну очень важную вещь, одну важную тему, которая связана с бетахонат цми, самоуверенность. в западном мире считается, что самоуверенность это ключ к успеху. Это что-то, что без этого человек не сможет добиться ничего в своей жизни. Давайте постараемся понять, что это значит и как наш подход отличается от того, что мы встречаем у разных психологов и так далее. Мы видим, что один волк он сможет распугать и 70 овец или коз или барашков. Хотя если бы они в общем-то собрались вместе, они безусловно бы затоптали этого волка и от него бы ничего не осталось. Потому что недостаточно силы у человека потенциально недостаточно или у животного недостаточно силы. Надо, чтобы ты понимал, что ты можешь с этой силой что-то добиться. Ты верил в то, что ты действительно можешь пойти и преуспевать с этим. Поэтому если у животного если у него нету этого уверенности в себе, то тогда физически этот страх, когда эта овца видит этого волка, то он парализирует и эта овца не сможет ничего сделать. У человека это еще хуже. Не только физически, тоже духовно, тоже ментально в разуме это парализует его силы и он не сможет пройти дальше. Здесь мы должны понять, человек должен верить в свои силы. В Раберухам говорит очень фундаментальная вещь, такой урок, что когда человек не знает о своих недостатках и он входит в дворец мусара, дворец учения о улучшении своих качеств, о росте духовном, он входит в этот дворец заполненный разными сокровищами, то он как будто бы он ранен, он не может двигаться, он в поврежденном состоянии, у него не хватает всех, он не может использовать все свои силы, чтобы как-то этого набраться, потому что он не понимает, что у него есть недостатки, он видит вокруг себя, но он как-то вот так вот еле-еле как-то там может что-то, он не сможет полностью этим использовать. Говорит Рабурухам, если ты не знаешь о своих хороших качествах, о своих талантах, тогда ты даже не дотронешься до ручки этой двери, которая ведет к этому дворцу. Если ты не знаешь недостатков, ты войдешь туда, ты не сможешь этим полностью воспользоваться. Если не знаешь хорошие качества, не знаешь, что в тебе кроется, о своем потенциале, ты не дотронешься даже до ручки, чтобы туда дойти. Поэтому нужно правильно понять, нужно видеть свои силы, нужно найти это, научиться этому, чтобы преуспеть. Как пример, у человека феноменальная память. Он фотографически все запоминает. Если он думает, что вот это он не сможет запомнить, вот эти цифры, эти слова, это предложение, эту мечту, он не сможет запомнить. У него сомнения появляются, он не верит, что он сможет запомнить. Но у него феноменальная память, это же не получится. Ничего не получится. Можно опять же сравнить, что если когда есть какой-то маленький мотор, маленькая часть часов или машины, и там все работает, но если весь главный мотор не работает, тогда это ничего не поможет, что маленькая часть его функционирует. Потому что если я не верю в себя, что я смогу это сделать, тогда все, что у меня есть внутри, хотя действительно есть, сущность этой самоуверенности, этот уверенность в себе. Раволбе объясняет, что то, что в западном мире является самоуверенностью, для нас это гордыня, это арогантность, это что-то негативное, это высокомерие. Наша дефиниция, наше определение самоуверенности это бетахон, это уверенность, что Ашем дал мне так много, Ашем вложил в меня много сил, и от этого у меня идет надежда и уверенность, что я смогу добиться того успеха, которого от меня ожидается. Это идет от того, что Ашем я понимаю, что ты для меня сделал, что ты мне дал. когда я понимаю, это моя внутренняя цель, это не какая-то негативная самоуверенность, которая зависит от окружения, это конкуренция, это я постоянно сравнение с другими, и я постоянно как-то проявить себя, нет, это внутренняя самоуверенность, это что-то, что-то внутри, и потому что это идет от бетахон в Ашема, это что-то ведет от уверенности в Творца. Как рассказывается история про Робби Квейгер, что Робби Квейгер, он написал, получил какое-то письмо от Сапожника, и в ответе Робби Квейгер пишет огромное количество титулов, что Хараф, Хагоин, Хацадик, и так далее, и так далее, уважаемый сапожник такой-то, и когда этот сапожник это получил, он пошел к Робби Квейгер, что-что, Робби Квейгер, вы смеетесь надо мной, что-то насмехаетесь, вы написали там целую огромнейшие вот эти вот потрясающих титулов и названий, что-то насмехаетесь надо мной, Робби Квейгер говорит, что нет, совсем нет, но вот я просто скопировал то, что пишет для меня, да, если, а мне такое пишут, то сто процентов о вас тоже. Сказал Робшима Зану Айрбах, что эта история, это придумано маскилин, реформаторскими течением, которое хотело, наоборот, делать надсмешки над нашими мудрецами. Он говорит, такого не могло быть. Робби Квейгер, это, они хотели его представить, как такого наивного человека, который вообще не понимал, кто он такой. Говорит, это никогда не было и не будет. В, как сказано, Мойши Робейну, он был самым великим, новий, самым великим пророком и самым скромным человеком, который когда-то был, жил. Говорит, Миселат Эшарим, конечно, он знал, что он самый великий пророк. Говорит, Робби Квейгер, что если бы, наоборот, если бы Робби Квейгер не знал о своем потенциале, о своем величии, о своем знании, о своей гениальности, он никогда бы не стал бы Робби Квейгер. Человек должен понимать и знать, что у него есть, кто он такой. И это только даст ему именно добиться и сделать, добиться успеха в своей жизни. Откуда это от него? Это Ташем. Ташем он мне дал. Это нечего, это не придет к гордыне, не придет к какому-то высокомерию, потому что это не то, что я, это то, что мне дали, это мои кейлим, это мои инструменты, чтобы добиться успеха в этой жизни. Мы закончим на одной истории, которую, по-моему, можно выучить из нее очень много. Это настоящая история, которую можно прочитать у Коби Леви, один из самых популярных писателей в Израиле для молодежи особенно. В Коби Леви пишет, что у нее есть целая книга, названная по этой истории Кивса Шхура. Кивса Шхура. Черная овца. Это такой концепт, что как бы есть у нас стадо белых овец, и вдруг какая-то черная овца. Сейчас увидим, что это значит. Рассказывает мама. Она пишет, что она живет на юге, у нее очень хорошая семья, хорошая религиозная семья, муж водитель автобусов, они зарабатывают достаточно хорошо, у них прекрасные дети есть, и только один сын, Бняу, он черная овца, он выделяется от всех остальных детей, он в середине, и он с рождения, в данный момент ему 11 лет, он с рождения своего не давал покоя, он внес полный хаос, он полный, не описать, сколько страданий, он доканывает, он достает всех своих сестер и братьев, никто не может маленький бояться вообще что-то сделать, он забирает у них все, обижает старших, младших, и полный эгоист, не дает даже в школе там все жалуются о нем, просто у них с самого начала до конца своего рождения не было покоя, потому что он их кефса ашхура, он их черная овца, и она говорит маме, что с одной стороны нельзя жаловаться на нас свои, особенно не детей, как бы Ашам дал тебе подарок, но она говорит, что с мужем они оба спокойные, они такие очень стабильные, у них хороший шаламбайт, но из-за этого ребенка у них нету покоя. И рассказывает, что они сидят, сидели с мужем, было поздно, и она даже не могла себе поверить, но она сказала что-то, что действительно выразило все ее чувства. Она сказала, что мужу своему может быть стоит отправить Беньяу в интернат, как бы смотрим, нужно спасать детей, нужно спасать нашу семью, он же не дает покоя, это же невозможно каждый день, на каждый день это целая война. И ее муж, который опять же очень жизнерадостный, очень хороший, он тоже был на краю, он сказал, что дети это не мебель, это не то, что сказать, что просто нам это не нравится, и мы от них избавиться. Поэтому такое решение, это нужно спросить большого авторитета, большого рава, и они договорились, что после шаббата они поедут в Бнейбрак спросить большого рава, что им делать в их ситуации. Если их жизнь до этого можно было писать адом, то шаббат это был ад умножить на тысячу раз. во время сауды, во время трапезы она потеряла сознание два раза, и у нее был холодный пот, она не могла дышать, они вызывают скорую, и с мужем они едут в реанимацию, на скорую помощь, в Миун, там она теряет сознание опять, врачи делают разные анализы, и так далее, и так далее, проходит там три дня, когда она открывает свои глаза, она видит, что подъезжает ее кровать, ее везут в отделение, которое все только видят это отделение, в больнице уже начинается дрожь, и она говорит, как же так, как бы, Гошем, как это может быть у меня, у нее шесть детей, у нее, она такая хорошая, у нее есть коллеги, у нее соседи, у нее есть родители, все это, и сейчас такое, она ложится там, действительно, анализы подтверждают самое ужасное, кроме этого, находят еще другую проблему, несерьезную, из-за которых ее шансы уменьшаются, ее муж уходит с работы, он все бросает, он с ней день и ночь, дом начинает разваливаться, потому что ее старшие дочки, они очень как-то избалованы, они не привыкли ничего делать без мамы, и она получает сообщение, что единственный путь в доме, дом функционирует, почему ее сын Беньяу, он взял все в свои руки, он встает утром, он будит всех, он делает бутерброды, делает завтрак, он научился от соседей, как стирать машину, он сушит, он управляет всем, чтобы была уборка в доме, он управляет всем домом, позже узнают, что ей нужно делать пересадку спинного мозга, и она знает, что Беньяу, ее сын, он молится, всем просит, чтобы его этот мозг помог, ну, именно подошел для своей мамы, и действительно, его молитвы отвечают, отвечают на его молитвы, и он, его, ну, именно его, только его спинной мозг подходит, и они делают пересадку. Полдня после, как он в больнице, он уже возвращается обратно, и он опять же продолжает управлять всем, чтобы не развалился весь дом. Три месяца он находится в больнице, за все эти три месяца он продолжает помогать и управлять всем, и Боруха-шем после нескольких операций и терапии она возвращается домой. Это огромный праздник, приходят все ее семья, все соседи, все друзья, делают целый прием, и единственное, что она чувствует, что не хватает, это ее сын Биньяо, где он все радуется, все ее целуют, все обнимают, его нет. Спрашивают, где он? Вдруг входит женщина с гитарой, и мужчина просит перейти в другое место, и есть специальный концерт для нее. Это женщина, которая поет, она рассказывает, и это дает ей огромнейшую радость, это с этой музыкой, и после долгого этого вечера, она уже у нее нет сил, она идет в спальню, и она видит на подушке ее письмо, она открывает, и там с ошибками это ее сын, и он говорит, мама, я хочу просить прощения за все, все этот цар, все эти страдания, которые я приносил вам, я действительно сожалею об этом, и я прошу прощения, эту женщину, которую ты видела, которая пришла для этого концерта, это мои, я сэкономил деньги за все это время, и я слышал, что она умеет как обрадовать, как внести радость в дом, поэтому я заплатил ей, чтобы она пришла к тебе, и ты же знаешь, он говорит, что я в тот момент, когда тебя не было, ты, наверное, слышал, что я старался как-то помочь в доме, и так как обычно я плачу гораздо меньше, чем остальные, обычно я делаю так, чтобы другие плакали, то в этот раз я использовал это в хорошую сторону, я не пал духом, я начал стараться все, чтобы наш дом функционировал, и я так рад, что ты вернулась, и в конце он пишет, что пожалуйста, не посылай меня в интернат, на этом кончать, и эта мама рассказывает, она говорит, что действительно он слышал, он слышал их разговор в эту ночь, и и у Ашема были другие планы, вместо того, чтобы его послать, Беняу послать в интернат, он послал ее в место, где она пробыла это время, и это был ее интернат, она сказала, что она из этого выучила, что иногда самая черная овца, она может быть на самом деле самой белой, она может быть даже и никогда не делать стигмот, никогда не ставить печать на человека, никогда не говорить, что вот такой он есть, и такой он будет, и это говорится о наших окружающих, что у каждого есть потенциал, каждому мы можем дать это самоуверенность, другими мы можем мотивировать их, не только мотивировать себя, но тоже других людей, мы можем показать им, помочь им, поднять их, и никогда не сдаваться, никогда не сдаваться тем, что это безнадежно. Безо сошем, чтобы каждый это смог внутри себя реализировать и понимать, и чтобы мы все могли использовать эти времена, чтобы выбраться из них и увидеть свет как можно скорее. счастливо! Субтитры